Задача построить линию пересечения четырехугольной пирамиды плоскостью, проходящей через вершину пирамиды и данную прямую. Мы имеем две проекции. Видите, здесь пирамида у нас четырехугольная. Имеется вершина у нее на плоскости П1, точно вот ее вершина и само основание пирамиды. Также имеется прямая А, две проекции. Вот мы должны через вершину, через эту прямую провести плоскость и найти линии пересечения. Линии пересечения этой плоскости с нашей пирамидой. Воспользуемся для этого понятием следы, следы прямой, следы плоскости и проведем вначале из точки С через прямую. Вот здесь проведем. Дальше под таким же углом все дальше. То есть мы хотим здесь сделать продолжение. Вот, продолжение. Ну, продлим чуть-чуть вот эту нашу линию пересечения. И смотрите, что мы сделали. Провели. Эта прямая лежит, образует с нашей заданной прямой А2 плоскость. Ну, плоскость, две пересекающиеся прямые. И эта плоскость проходит через вершину С. Найдем, где будет след этой прямой. Для этого мы нашли точку, где пересекается у нас. Где пересекается здесь. Это будет проекция следа. Проекция следа. Дальше, теперь нам необходимо найти вот эту уже вторую проекцию, след этой прямой. След этой прямой будет находиться где? Он будет находиться на СА. СА на горизонтальной плоскости. Вот он у нас здесь. Ну, и продлим дальше. Вот здесь. Значит, можем мы найти теперь уже окончательно след нашей прямой. Вот этой СА. Значит, это будет вот это. Вот это будет у нас след. Так. Я хотел ее сделать чуть-чуть поменьше. Но так, чтобы она отличалась. Ну, то есть, мы сделаем вот так. Радиусом 1. Построим. И еще кружочек радиусом 2. То есть, чтобы выделить, что это у нас след нашей прямой. Теперь точно так же найдем след. Найдем след нашей прямой. Вот этой А. Это для этого, что мы сделаем? Ну, из точки вот здесь, которая лежит на оси. То есть, мы можем ее продлить до оси. И дальше спроецировать на продолжение. Но у нас она попадает куда? Прямо вот сюда. В эту точку, где заканчивается прямая. И это будет след. След. Теперь смотрите, что мы имеем. Мы имеем два следа плоскости. В горизонтальной плоскости проекции. Плоскости, которая проходит через прямую и вершину. Теперь мы можем соединить два этих следа и найти. Вот то, что мы найдем, это будет след плоскости. След плоскости. И вот здесь, в основании, этот след плоскости будет пересекать основание пирамиды вот по этой линии. Вот по этой линии. Соответственно, мы можем построить, найти эти точки на фронтальной плоскости проекции. Ну, вот она у нас есть. И построить непосредственно линии пересечения. Вот она одна линия пересечения. И линия пересечения вторая. Вот эти линии пересечения, это и есть эти линии пересечения плоскости, которая проходит через вершину, данную прямую. На фронтальной плоскости проекции. Соответственно, на горизонтальной плоскости проекции это будут вот эти следы. Так, построили. То есть, у нас есть следы. Теперь, единственное, осталось еще подумать, что мы будем видеть, что мы не будем видеть. Вот этот след внизу, на горизонтальной плоскости проекции, мы будем частично видеть его вот досюда. А далее мы будем его видеть как пунктирную линию. Поэтому продлим его пунктирной линией. Так, ну, это должно быть у нас пунктирная. Поменяем тип на пунктирную линию. Провели. Теперь, дальше точно так же, прямая. Вот у нас здесь, на участке, до линии пересечения видна и после видна. А вот на этом участке она у нас не видна. То есть, она, ну, как не видна, она будет пунктирной линией. Поэтому заменяем ее на пунктирную линию. Вот сюда. Так, от линии пересечения до линии пересечения. Ну, и на горизонтальной плоскости проекции картина та же. От линии пересечения до линии пересечения мы ее не видим, а видим пунктирную линию. И теперь давайте подведем итог. Мы построили, что плоскость, которая проходит через вершину пирамиды, и вот данную прямую. Эта плоскость пересекает. Вот видите, красными линиями показано, что линия пересечения на фронтальной плоскости и на плоскости горизонтальной. Вот то, что получилось в результате сечения данной плоскостью. Все, задача решена.